Здравствуйте! Мы произносим это слово много раз за день, не задумываясь над его смыслом. Однако фактическое значение слова – это пожелание здоровья. Итак, здравствуйте! Меня зовут Наталья Малухина. В нашей программе «Медгородок» я буду знакомить вас с теми людьми, которые помогают сохранить или вернуть здоровье, а зачастую и жизнь. Речь, как вы догадались, о тех, кто работает в медицине. И сегодня в программе – экскурсия в Центр спасения конечностей, погружение в 30-е годы прошлого века, изучение врачебного словаря. А также вы сможете узнать, не пора ли вам становиться в очередь на протезирование суставов. Для начала я предлагаю вам заглянуть в Центр спасения конечностей и познакомиться с людьми, которые ежедневно сражаются с последствиями одной из самых страшных привычек – курения. В Центр спасения конечностей Наталья приехала из Златоуста. Невыносимые боли в ноге не давали ни минуты покоя. У меня получается атеросклероз нижних конечностей, было очень все плохо, язвы, и нога почти умирала. И вот мне спасли, сделали экстренную ногу, спасли все. Сейчас я как бы на вторую ногу полегла, тоже будут делать операцию. После первой операции боль отступила почти сразу. Наталья потихоньку начала ходить. Вторую операцию ждет уже с надеждой. Конечно, это должно быть. Тут столько спасает жить, как люди без ног. Это же очень тяжело, легче уж, как говорится. Хорошо, что есть такие центры. Ну, дело в том, что атеросклероз – это такая болезнь, которая, если не предпринимать никаких мер, лечение, приводит значительные части пациентов к ампутации. После ампутации высокой, так называемой, то есть это на уровне голени, особенно высшей коленной щели, на уровне бедра, нередко приводит к тяжелым осложнениям, и эти пациенты нередко умирают от этих осложнений. Во-первых. Во-вторых, совершенно очевидно, что человек, у которого нет ноги, он, в общем-то, инвалид. Чтобы избежать так называемых высоких ампутаций, и был создан Центр спасения конечностей, единственный на Южном Урале. Кроме основного отделения сосудистой хирургии, в состав уникальной структуры вошли отделения гнойной хирургии, эндокринологии, службы диагностического центра. На этом исследовании видим установленный астонограф в аорту и общепоздушной артерии. Данного пациента в анамнезе было травмирование аорты частично, и раньше было предпринято вмешательство по устранению данного стеноза с помощью Стенграфта. Кровоток восстановлен, также мы можем увидеть просвет аорты, просвет артерии, просвет стенда, что также позволяет хирургам оценить, насколько хорошо они все сделали, и каковы дальнейшие планы по лечению этого пациента, либо по его реабилитации. Метод компьютерной томографии позволяет четко локализовать характер поражения сосуда. Он же незаменим и для послеоперационного контроля. На снимках четко видно, насколько восстановлен кровоток. Еще один незаменимый помощник хирургов – ультразвук. Мы проводим пациентам в нашем отделении дуплексное сканирование артерий и вен конечностей. Это очень ценное показательное исследование, которое помогает выявить патологию со стороны артерии и вен. В нашем отделении имеются портативные лузи-сканеры. Во время операции мы можем проводить, допустим, мониторинг сосудистый по необходимости, по назначению врачей. Раньше таким пациентам врачи могли предложить только оперативную помощь. Но тяжелые и для врача, и для пациента операции вызывали множество осложнений. Сегодня в арсенале хирургов новейшие методики. Под контролем рентгена, специальными баллонами расширять сосуды. И если необходимо, потом еще устанавливать специальные стенты. И вот это позволяет нам уйти от больших операций продолжительных и сократить значительно, во-первых, уровень осложнений всевозможных. А самое главное – уберечь больного от высокой ампутации. Сегодня система работы центра отлажена. Здесь помогают пациентам самого разного возраста, со всех уголков Южного Урала, спасая конечности от последствий опасного и сложного заболевания, возвращая качество жизни. Если у вас появились вопросы к участникам сюжета, вы можете оставить их на наших страничках в соцсетях или на сайте областного канала в рубрике «Спроси доктора». И в одной из следующих программ непременно услышите ответы. Каждому из нас приходится по разным поводам бывать в больницах и общаться с докторами. Обычному человеку язык, на котором разговаривают врачи, понятен далеко не всегда. Мы решили восполнить этот досадный пробел и познакомить вас с самыми частыми в употреблении медицинскими терминами, чтобы при следующем диалоге с человеком в белом халате вы легко смогли понять друг друга. Анамнез – то, с чего начинается любое лечение. Для чего врачи собирают анамнез, мы спросили у самих врачей. Анамнез или историю заболевания собирают у пациента для того, чтобы узнать факты о начале заболевания, его течении, развитии, для того, чтобы правильно сориентироваться в симптомах и поставить диагноз пациенту. Для того, чтобы не совершить ошибок, связанных с предыдущей историей заболевания, с предыдущим лечением в каких-то других лечебных учреждениях. Правильно собранный анамнез уже половина делала. То есть мы можем поставить уже диагноз по анамнезу. Делаем вывод. Анамнез – это первая ступень диагностики. Анамнез от греческого воспоминания – совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании, путем расспроса самого обследуемого и или знающих его лиц. Данные анамнеза – сведения о развитии болезни, условиях жизни, перенесенных заболеваниях, операциях, травмах, беременностях, хронической патологии, реакциях, наследственности и других медицинский работник выясняет с целью их использования для диагностики выбора метода лечения. Ежедневно в медицине происходят научные открытия. Специалисты придумывают новые способы борьбы с недугами, создают и осваивают технологии и проводят сложнейшие операции. Обо всем этом наша информационная рубрика «Пятиминутка». В Челябинской областной клинической больнице заработал новый ангиограф для бескровных операций на сосудах сердца и мозга. Аппарат последнего поколения оснащен встроенной функцией УЗИ. Теперь работающие в рентгенхирургической операционной врачи могут контролировать ход операции как снаружи, так и изнутри сосуда. Женщины Южного Урала получили возможность за один день пройти бесплатное обследование на наличие онкологии. В осмотре приняли участие более тысячи дам разных возрастов. У девяти из них обнаружены различные заболевания на ранних стадиях. В Центре профилактики для работающего населения вводятся диспансерные субботы. Теперь жители Челябинской области могут проходить обследование в рамках акции, не отпрашиваясь с работы. Только в 2017 году в выходные дни свое здоровье смогли проверить больше 8 тысяч человек. Одним из поводов рождения нашей программы стал грядущий юбилей главной клиники Южного Урала Челябинской областной клинической больницы, которая в этом году отметит свое 80-летие. С чего началась история медгородка, выяснял Артур Ишпулатов. Челябинск. 30-е годы прошлого века. В это время издают постановление о создании Челябинской области. Тогда в ее состав входит и территория нынешней Курганской. Более 50 районов, в каждом небольшие медпункты. По словам историков, в те годы главный недуг человека – корь, скарлатина и дизентерия. Вообще специалистов, таких профессиональных врачей практически не было. Из-за этого многим детям было отказано в медицинской помощи на местах. Если они приезжали в областной город, то им тоже отказывали в медицинской помощи, потому что не было койко-мест и также не хватало врачей. Тогда решают построить областную больницу, куда приезжали бы лечиться со всего региона. Корпус должен стать многофункциональным. Здесь и хирургия, и гинекология, и терапевтическое отделение. Рассчитана больница на 600 мест. Строительство шло слишком медленно. Для того времени стройматериалы большой дефицит. Ситуацию спасло постановление, которое вышло в июле 1936 года. Бюро обкома Всесоюзной коммунистической партии большевиков постановляет. Предложить партгруппе обл. исполкома обеспечить достройку акушерско-гинекологического корпуса необходимыми дефицитными строительными материалами, с тем, чтобы обеспечить окончание этого объекта не позже 1 ноября сего года. Но достроили больницу, в которой в прямом смысле должны спасать жизни жителей всего региона, только в 1938 году. Тогда же остро стал вопрос, где брать врачей. Своего медучилища в Челябинске не было. Врачи приезжали из соседнего Сверловска, но их не хватало. В Челябинск была эвакуирована Киевская медицинская академия. Это очень крупное научное учреждение, где работали ведущие специалисты Советского Союза того времени. И, конечно, то, что они прибыли в Челябинск, сыграло огромную роль для развития здравоохранения как в годы войны, так и в послевоенное время. Академию размещают в областной больнице. Там же начинают готовить квалифицированных врачей. После окончания войны больница разрастается, строит новые корпусы. Некоторые из них сохранились до наших дней. Погружение в историю мы продолжим в следующих выпусках программы. А пока вернемся к дню сегодняшнему. Многие из вас слышали от родственников, а то и сами столкнулись с проблемой суставов, когда колени скрипят, болят, мешают заниматься спортом. Значит ли это, что пришло время искать подходящую клинику и менять проблемные суставы на протезы? Спросим у главного травматолога Минздрава Челябинской области, заведующего отделением травматологии и ортопедии Леонида Наумовича Полика. Здравствуйте, Леонид Наумович. У меня к вам такой вопрос. Самый актуальный, наверное, на сегодняшний день для жителей Челябинской области. Скажите, в каком возрасте уже пора бежать к травматологу и записываться в очередь на протезирование? Нет никаких возрастных параметров. К великому сожалению, у нас возрастные рамки больных, которые нуждаются в эндопротезировании суставов крупных, в первую очередь, это коленный и тазобедренный сустав от 18 лет и до 90. То есть возрастных ограничений, по идее, нет никаких. Вся потребность определяется совершенно другим. Операция делается не тогда, когда есть возможность её сделать, а тогда, когда без неё жить невозможно. А это правда, что если сделать протезирование, поставить новый сустав, то болеть уже ничего никогда не будет? Очень часто болевой синдром беспокоит больных постоянно. И вместе с тем операция – это не способ лечения боли. За счёт оперативного вмешательства устраняются осевые деформации, устраняется многонаправленная нестабильность. То есть конечность приобретает функцию опоры. А кому категорически противопоказано? Как правило, длительно существующая патология тазобедренного сустава, коленного сустава, она приводит к компенсаторным установкам таза. И таз перекашивается. Соответственно, после того, как длина восстановлена, эта нога, которая была исходно короче, вдруг оказывается длиннее. На самом деле она не длиннее. Просто таз не может адаптироваться к новым условиям. Если у молодого человека это происходит достаточно быстро, то у пожилого человека это может вообще не перейти. И он остаётся неудовлетворён тем, что у него ноги были в одну сторону короче, стали в другую сторону. Опять же разные. И напоследок, Леонид Науч, несколько советов людям, которые ещё не страдают проблемами с суставами, вообще с ногами, как этих проблем избежать в будущем и как не оказаться на столе у травматолога. Вовремя осмотр, осмотр с пониманием, что лечение, любое лечение всегда лучше, консервативное лечение, всегда лучше, чем операция. С другой стороны, лечение должно проводиться с пониманием того, что мы ждём. И вторая полярная часть больных – это дико запущенные деформации. Когда коррекция деформации уже не даёт ничего из ожиданий. Уже запустился процесс. Поэтому здесь нужно, как во всём, золотая середина. Если вы сегодня не услышали ответа на мучающий лично вас вопрос к специалисту, вы всегда можете задать его на наших страничках в соцсетях, а также на официальном сайте ОТВ. Или отправить ваш вопрос на электронную почту. И мы обязательно ответим на него в следующих выпусках. С вами была Наталья Малухина и программа «Медгородок». Будьте здоровы!